приветствую тебя дорогой зритель на канале заиграйчики обзоры с вами сергей и в этом видео я познакомлю вас с второй моделью от компании дуги дуги т20 это вторая модель планшета и на мой взгляд в 2023 году в первом квартале этого года является королем бюджетников данный планшет я могу кратко сейчас объяснить почему обзор будет конечно же полноценным большим поэтому есть тайм-коды но вначале скажу его особенные характеристики во первых доступная цена во вторых качественный экран в третьих качественный корпус четвертых мощная батарея в пятых очень много памяти вот если вам нужно было что-то где много очень памяти пожалуйста и есть поддержка sim-карты 4g но и конечно подкупает комплектация давайте все по порядку на момент обзора комплектация данного планшета стоит 198 долларов но можно и применить купон на 18 долларов и тогда финальная цена составляет уже 180 долларов есть комплектация как у нас это чехол стилус и пленка а есть комплектация плюс полноценная физическая клавиатура чехол которая крепится на магните и очень удобно превратить его уже в своего рода лэптоп но и тогда цена растет плюс 30 долларов также клавиатуру можно купить отдельно ссылка будет в описании под видео на обзоре у нас стандартная комплектация но тоже с подарками помимо самого планшета мы получаем хороший чехол чехол книжка и у него есть функция при открытии с датчиком холла если вы открываете планшет включается показываю открыли он включился закрыли он выключился нижняя часть в которой крепится сам планшет выполнена из силикона матовый толстый прочный защищает края углы прям видно такие вставки из силикона эта же часть у нас верхняя из кожзама а внутренняя замшивая ну и будет собирать отпечатки пальцев по практике уже много повидал поэтому ну хотелось бы чтобы и материал внутри был такой же но это уже мелочи когда планшет находится в чехле у него защитный модуль под защитой все отверстия совпадают явный плюс комплектации данного планшета что есть чехол следующий аксессуар из комплектации это стилус и она же ручка да вы не слышались здесь ручка а здесь стилус но стилус здесь не какой-то с какими-то сверхспособностями а я бы назвал его простой обычный стилус дорогой зритель хочу попросить тебя об одной просьбе уверен ты не первый раз на канале заигратчики обзоры и статистика говорит о том что с подпиской видео смотрят всего 2 и 4 процента а без подписки смотрят 97 процентов зрителей то есть смотрят но не подписываются просто из предложенных ютубом видео смотрят время от времени не забудь пожалуйста подписаться для меня это важно и это с вашей стороны огромная поддержка но если вы подписаны на канал то статистика говорит о том что из 85 тысяч подписчиков всего лишь 11 тысяч подписчиков включили уведомления в пункте все параметры если вы подписаны то проверьте включены ли у вас уведомления чтобы получать извещение о новых видео можете смело даже сделать такой шаг отписаться и снова подписаться и включить все уведомления потому что youtube иногда глючит спасибо за внимание продолжаем обзор есть одна проблемка вот с какой стороны здесь находится стилуса где ручка вы никогда не угадаете если сами не сделаете какую-то пометку на колпачке так как с каждой стороны за вот этим кольцом находится колпачок который снимается вот я сейчас открыл где находится сам стилус стилус имеет специальную силиконовую юбку и она двигается вот в таких вот плоскостях и до срабатывает без всяких сложностей но это не тот стилус который реагирует на нажатие можно там разные функции выполнять то есть для дизайнера он не подойдет просто функция прикосновения пальца закрыв эту часть колпачка открываем с этой стороны и видим здесь обычную ручку это у нас такой себе небольшой помощник если нужно можно заменить будет эту посту с легкостью найти она там обычная тонкая на пружинке еще один минус то что колпачок нигде вы не сможете прикрепить то есть он одевается только с одной стороны просто будет вот так валяться и в итоге вы можете его даже где-то потерять поэтому это тоже минус такого стилуса ну приятно что подарили но он довольно непрактичный но на этом сюрпризы стилусом не заканчиваются если посмотреть описание на странице продавца то можно увидеть вот такой стилус и указано что он поддерживает 2048 уровней степени нажатия а значит можно приобрести отдельно такой стилус его цена составляет 35 долларов 99 центов если покупать отдельно а если к бы то бы мы его купим вместе с планшетом то его цена будет 22 доллара 99 центов но в комплекте мы получаем не его а тот простой стилус о котором мы говорили в общем надо списываться с продавцом или же смотреть внимательно комплектацию чтобы вы не были обнадежены с этим аксессуаром тоже разобрались теперь комплектация она здесь меня немножко удивило а чем сейчас объясню во первых обычно блоки питания во всех бюджетных планшетах которые я видел идет обычно юсби а полноценный большой юсби но в этой модели сделали уникальную его особенность в том что здесь юсби тайп си возможно это кого-то напугает потому что кто-то думает у меня не так много шнуров но не переживайте потому что на самом деле прогресс идет и скоро у вас таких шнуриков появится очень много но и в комплекте здесь тоже шнур довольно качественный качество материала из которого он собран отличается от тех шнуров которые я имею дома он необычный на ощупь какой-то такой приятный гибкий материал а внутри прочный кабель юсби тайп си на юсби тайп си и еще одна особенность этого блока питания именно с этого видеоролика я запускаю эту функцию тестов буду теперь тестировать все блоки питания на протоколы которые поддерживают данная зарядка объясню почему это я буду делать для того чтобы выявить настоящие скрытые возможности блока питания обратите внимание что здесь указано на блоке питания что он поддерживает 12 вольт и максимально 167 ампер то есть 20 ватная зарядка и да все соответствует но если проверить какие протоколы и вольтаж он поддерживает то он поддерживает больше чем здесь указано здесь не до указывали он поддерживает функцию power delivery и эта технология поддерживает до 20 вольт я провел тесты и все что вы сейчас видите зеленым отмечено на дисплее тестера это значит он поддерживает эти протоколы а значит его можно использовать где-то и в других функциях по назначению но сам планшет эту функцию не использует во время зарядки да и в характеристиках указано что планшет поддерживает всего 18 ватную зарядку больше он не тянет хотя блок питания способен даже 20 ватт дате как вы услышали даже power delivery 20 вольт производитель заявил что будет заряжаться до 50 процентов за один час до это соответствует реальности заряжается данным блоком питания планшет емкостью 8 300 за 3 часа и примерно 30 или 40 минут примерно так и последний нужный аксессуар где есть какой-то лоток либо для карты либо для sim карты а в нашем случае это и другое это скрепка со специальным ключом для подтягивания этого лотка ну и конечно инструкция для новичка когда планшет находится в своем фирменном чехле из комплекта то левая сторона у него открыта когда открыта крышка вот что я имею ввиду здесь у нас закрыта силиконом а с этой стороны находится магнитные золотистым цветом контакты их здесь у нас 5 именно сюда крепится магнитная клавиатура физическая которая заменяет этот чехол то есть этот чехол придется тогда снять и клавиатура с чехлом тоненькая компактная и там же есть touchpad то есть то что выполняет функцию мышки будет работать уже полноценно как netbook в комплекте приходит защитная пленка она наклеена на экран и особенность в том что это защитная пленка защищена заводской пленкой завода вот она я предлагаю сейчас не снимать эту верхнюю пленку оставить их здесь две но аккуратненько отклеить этот ярлычок сейчас я это сделаю покажу как это выглядит начинаем это делать вот с этой стороны ну а потом просто вот так тянем и отклеиваем убираем остатки клея и чтобы легче снялось смочите тряпочку или салфетку спирт и тогда у нас получается чистая поверхность уже идеально и не видно что это защитная пленка которая наклеена на пленку которая наклеена на экран но если хотите стекло ссылка есть в описании и будет вам защита уже посерьезней у данного планшета элегантный современный дизайн толщина корпуса составляет 7 и 9 миллиметров то есть почти 8 миллиметров это действительно солидно и хороший показатель того что компания думает и о компактности вес учитывая что он из металла составляет 478 грамм металл аккумулятор стекло ну и все внутренние детали естественно что вес приличный тяжелый планшет говорит уже о качестве по крайней мере так часто слышу что увесистый о класс вот так вот говорят да и сам не кривя душой скажу что когда чувствую что он увесистый это уже о чем-то говорит хотя могут просто кусок свинца положить в кусок пластика из планшета и тоже будет классно но в нашем случае все отлично плюс благодаря тому что металлический корпус у него хорошая теплоотдача когда он вдруг будет при нагрузке или в жаркое время будет нагреваться но я не заметил каких-то сложностей при нагревании при тестах при играх я им пользовался три дня каждый день смотрел видео и включал без перестанку чтоб работал пользовался в сетями и так далее то я им то я им на сегодняшний день очень доволен диагональ экрана 10 и 4 дюйма соотношение корпусу 81 процент ну и это понятно так как здесь достаточно широкие рамки многие их не любят но я скажу что когда такие рамки и видите я сейчас держу за край и сенсор не реагирует то есть я могу держать его так вот мне удобно держать пальцами и на мой взгляд в бюджетники такие рамки ну что вы хотите ребята но если речь не идет о рамках то качество экрана действительно отличная и производитель делает акцент на том что у данного экрана есть сертификат безопасности ту сют и в определенных кругах это что-то значит если я наверно как и вы сейчас сказали что это сережа это значит что данная технология направлена на то чтобы защитить ваши глаза как можно дольше вы можете продолжать им пользоваться но минимальное мерцание и минимальный синий цвет если вы планируете использовать его на протяжении многих часов длительного времени то сами вы того не подразумевая эта технология помогает облегчить процесс использования с минимальной нагрузкой на глаза насколько это возможно хорошие углы обзора качественная картинка яркость контрастность все на высоте но благодаря специальной поддержке white wine l1 данный планшет способен передать высококачественный контент на всех сайтах распространения видео то есть онлайн видео вы можете смотреть на хорошем качестве какая-то функция есть что он понимает что вы будто бы в кинотеатре экран превращает в высококачественный контент как они заявили задался я целью сейчас протестировать какое максимальное разрешение он поддерживает в ю тубе и открывая все видеоролики с 4к он все равно показывает максимально именно в тех видео где написано 4к максимально 1080 но теперь предстоит задача поддерживать ли он 1080 60 кадров открываем один из наших последних видео и смотрю качество до 1080 60 кадров он поддерживает но давайте посмотрим как он работает в этом режиме есть какое-то подвисание в ю тубе автоповорот у нас включен давайте еще раз проверим о да где-то подтупливал но отлично никаких подвисаний я не вижу отлично сейчас у планшета установлена небольшая яркость если поставить максималочку то экран достаточно яркий на улице тоже читабельно минимальная яркость регулируется и есть еще одна особенность что в настройках есть отметка включить функцию чтобы можно было уменьшить яркость еще называется дополнительное отключение яркости кстати обратите внимание когда опускаю шторку то строка уведомления на всю строку но когда разворачивают а с этой стороны становится управление а здесь дополнительно мультимедийный плеер например того же ю туба по умолчанию элементы управления включение кнопки громкости находятся под правую руку на левой части экрана если он находится в вертикальном состоянии вот кнопка питания и качелька громкости между ними находится отверстие хотя здесь нету никакой надписи но хочу вас заверить что эта кнопка резать если вдруг устройство зависла нажимаете туда скрепкой происходит перезагрузка и все далее на левом корпусе ничего нет с правой стороны находится у нас два отверстия динамика лоток sim картами или карты памяти и юсб тайп си это не только гнездо для зарядки но и возможность подключить к этому устройству от и г переходник например внешнюю флешку клавиатуру или мышку открываем лоток sim и смотрим что он у нас либо 2 наносим карты либо sim карта и карта памяти никакой уплотнительной прокладки он не имеет с обратной стороны также находятся два отверстия динамика да ребята их здесь 4 а это значит что у нас отличный квадро стереозвук и рядом еще располагается отверстие вот как раз это отверстие это у нас микрофон и дальше мы его протестируем вы сами это услышите в этом планшете есть разблокировка по лицу и срабатывает достаточно хорошо включаю меня увидел разблокировался включаю увидел разблокировался передний модуль камеры на 8 мегапикселей и данных производитель не оставил но я покопаюсь на других сайтах может быть найду что здесь за модуль от какого производителя но вот точно известно какой модуль сзади сейчас мы к нему вернемся но а пока скажу что спереди у нас располагается датчик реагирования на включение то есть на разблокировку лица а также датчик освещенности автоматически подстраивает яркость дисплея ну а также трехцветовой индикатор который оповещает красным цветом о разрядке зеленым о зарядке и голубым о том что пришло какое-то уведомление но посмотрев на задний модуль камеры можно подумать что здесь ну прям вот что-то невероятное до размеры конечно впечатляют просто такой огроменный глазок но модуль камеры здесь совсем небольшой но смотрится красиво плюс здесь есть отметка что камера поддерживает интеллектуальное распознавание сцены того что в кадре и указано что он на 16 мегапикселей и рядом 2 светодиодная вспышка включаем фонарик и смотрим очень яркий фонарик красавчик вряд ли вы будете использовать его как фонарик но при фотографировании или при видеосъемке он вам поможет немного дальше будем тестировать и модули и в конце обзора конечно же полноценное фото и видео дневной и ночной съемки давайте проведем тест микрофона и услышим как работает данный микрофон запускаем запись запись пошла расстояние примерно около 80 сантиметров 1 2 3 4 5 ну по голограмме вижу что все записывает теперь давайте проведем небольшой тест подношу уже ближе тишина шуршу с этой стороны где я точно знаю что микрофон реагирует теперь шуршу с этой стороны нет никакой реакции однозначно микрофон с этой стороны где контакты для клавиатуры тест пройден качество микрофона великолепно и теперь запускаем gps info программу для тестирования gps навигации и того как быстро связывается со спутниками видите это красное направление это говорит что раз он не вращается тоже здесь нет магнитного компаса сейчас он видит 6 спутников но использует 0 и скажу честно что gps у него слабоватый сейчас на ваших глазах он достаточно долго уже другие устройства бы связались и на это погода не влияет если он видит 6 так не мин должен был и подключиться но давайте посмотрим сигнал сигнал отличный но он еще этого не делает может быть у меня попался брак вот даже 9 уже но он их еще не использует то есть вы по-прежнему будете сидеть и ждать вот только сейчас он вышел на связь но хорошая новость если он за них вцепился он их держит и навигация будет работать поэтому не пугайтесь но я вам должен об этом был сказать ну и поддерживает все виды спутников gps глонас галилео на встар и байдол зайдя в настройки могу вас заверить что здесь полноценное меню переведенная на русский язык разве что где-то в глубинке в настройках может быть какие-то недопереводы конечно же зайдя в настройки система можно переключить панель навигации и переключиться с кнопок которые внизу на полноценное управление жестами при этом можно настроить если вы любитель поменять значки или же даже активировать чтобы опускать шторку не вот таким свайпом а вот по вот такому вот здесь появляется показываю нажимаем и шторка сама опускается убрали посмотрели убрали ну так сказать чтоб не тянуться если лишних движений не хотим делать тут есть пункт жесты сюда заходим навигация в системе с помощью жестов переключаемся и уже управление у нас кнопки внизу не занимают внизу есть вот такая вот небольшая полоска и вы сможете уже делать свайп стрелочкой или диспетчер кстати есть также разделение экрана обратите внимание что если я вот так вот делаю свайп запускается последнее приложение теперь нажимаю на значок и здесь у нас есть разделить экран нажимаю и например gps info пожалуйста если повернули он повернулся регулирую сколько я хочу чтобы занимала слева или справа и удобно использовать оконного режима или режима персонального компьютера здесь нет и да дорогой зритель не забудь подписаться на телеграм-канал публикую какие гаджеты получаю а также не вошедший материал который не выходит на этом канале но зато публикую его в телеграм-канале за грачики обзоры ссылка есть в описании под видео в меню смарт управления можно включить функцию просмотра уведомлений в вертикальном положении планшета это значит что когда вы его выключаете берете в руку он включается опять беру взял он включился и видит мое лицо и разблокируется это тоже удобно но если вы используете чехол открыли он уже включается видит ваше лицо если стоит блокировка разблокировался и вы им пользуетесь в настройках можно выставить сетку иконок на рабочем столе сейчас стоит 5 на 5 можно включить 6 на 6 применяем и больше тогда значков будет вмещаться в настройках экрана здесь есть полноценная настройка яркости можно увидеть с процентном соотношении также есть темная тема активируем ее заходим и здесь можно включить расписание настройка шрифта включаем сейчас стоит скажем так третий уровень максимальный четвертый вот такой вот будет шрифт для кого-то это маловато и к сожалению увеличить нельзя защита зрения включаем экран желтизной и цвет скажу такой приятный не тот желтый такой да а вот приятный есть отдельно настройка по цветовому режиму и температуры передачи теплый холодный вот все эти режимы здесь меняются повышенная контрастность стандарт он прям видно переключается мигает ну неплохо повышенная контрастность кажется даже цвета такие классные но тогда не регулируется цвет температуры есть еще какой-то пункт в экране подсветка энергосбережения наверное экономия наверное это так ну и вот включен автоповорот дальше немножко упомяну почему есть подтормаживание при повороте вот видите я сейчас повернул его не всегда срабатывают и объясню почему поворачивать будет только когда вы вот так прям держите его ближе к земле и поворот тогда будут быстро поворачиваться сейчас покажу вот 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 сейчас он быстро реагирует но когда он слегка наклонен ближе к вам к лицу горизонту земли идет другой наклон то он не спешит поворачиваться и дальше я еще раз говорю объясню почему так сразу с упаковки кстати отображается уровень заряда крупным возле батарейки но нигде нету скорость сети я искал скорость вот нигде нету настройки чтобы в строке уведомления отображалась скорость сети из упаковки у нас чистый полноценный android никаких оболочек здесь нету что плюс и никаких нашпигованными программами ли левыми играми здесь нет кроме как в ps office стоял центр безопасности вот так вот он выглядит у компании дуги здесь у нас имеется доступ к файлам настройка просто разрешение возможно это даже родная программа самого андроида android у нас установлен 12 заходим о планшете и смотрим что 12 android также обратите внимание что в этом разделе есть отметка что помимо 8 встроенных подключено сейчас плюс 7 гигабайт оперативной всего 15 гигабайт оперативки прилично правда но на самом деле она сейчас не нужна и помните в распаковке видео распаковки и первые мои впечатления этого планшета я сказал что здесь нет регулировки по настройке оперативной памяти и до после перезагрузки ничего не появляется то есть выставить плюс 1 гигабайт плюс 2 плюс 3 здесь такого нет просто кнопкой вы включаете плюс 7 и все сейчас мы отключили и она уже не будет работать вот стоит просто 8 гиг не используйте ее если ваш планшет работает нормально зачем лишний раз ресурсы за счет встроенной памяти а здесь очень много 256 что позволит кучу всего сохранить не используйте ее просто 8 гиг теперь посмотрим тесты antutu я провел два теста они высоки для бюджетного планшета у которого бюджетный процессор они достаточно хороши 264 тысячи пятьсот тридцать пять и здесь развернутые показатели также провел тест встроенной памяти она здесь типа ufs 2.1 производитель об этом указал и здесь вы сможете увидеть скорость записи скорость тестирования считывания данных что говорит о том что он достаточно быстро реагирует на вызов тех или иных данных или запуска приложений на самом деле при работе я вообще не заметил что он как-то потупливает реально быстро запускает все открывает шустро работает все что нужно он быстро выполняет сейчас давайте посмотрим все детальные характеристики в программе antutu бетчмарк и еще те упомяну о которых я не сказал но они очень важны планшет так и определяется дуги т20 разрешение экрана 2000 на 1200 камера с разрешением почти 16 15 9 от самсунг четыре тысячи шестьсот восемь на три тысячи четыреста пятьдесят шесть ну и теперь процессор процессор здесь собран по 12 на метровому техпроцессу вообще заявляет производитель что в antutu он должен набирать двести восемьдесят семь тысяч но вы видели показатели что они немного ниже это у нас процессор юнисок т-616 его ставят во многие планшеты и даже смартфоны он восьмиядерный с максимальной частотой разгона 1950 мегагерц за графику отвечает mali g57 экран у нас на 60 герц тест мульти тача проверяем на 10 касаний емкость аккумулятора программа определила верно 8 300 и по тестам я тоже проверил они немного меньше и что вполне естественно так как редко бывает что прям один в один семь тысяч шестьсот сорок пять миллиампер и конечно же провели тесты на канале уже вышло полноценное тестирование данного аккумулятора в ю тубе ведь производитель тоже заявляет что сколько часов он сможет проработать но и мы проверили 80 процентов громкости 80 процентов яркости сколько он продержался в ю тубе сможете посмотреть вот здесь вот в подсказках и уже на канале возможно вы видели этот ролик за эти несколько дней что я им пользуюсь я не заметил какого-то сумасшедшего разряда за время которое мы здесь пользовались вот идет обзор села по моему батарея на 7 или 8 процентов но это при том что постоянно все это время работает дисплей я его гоняю а значит полноценно им можно пользоваться точно целый день и даже два дня но если смотреть видео то на день вам хватит с утра до вечера причем на максимальной громкости с четырьмя динамиками он поддерживает двух диапазонный вай фай 5 и 2 и 4 гигагерца работать как вай фай репитер он не может сейчас включен вот вай фай я включаю раздачу интернета точка доступа и наш вай фай отключается отключаю точку доступа вай фай активируется версия блютуза у данного планшета 5 точка ноль и на экране сейчас я вывел информацию какие бен стандарты он поддерживает в вашей стране при использовании мобильной сети или же интернета работает он полноценно на 2 sim картах 4g спокойно и конечно же с него можно совершать звонки есть отдельно звонилка записи разговоров нет но через громкую связь выводит всю информацию либо подключаете наушники но разъема под наушники здесь нет а только есть юсб тайп си а значит нужен переходник для полноценной проводной гарнитуры или же использовать сразу гарнитуру с юсб тайп си теперь по датчикам смотрите ребята помните я говорил я вам расскажу почему плохо реагирует он на наклоны у него есть только акселерометр акселерометр есть но гироскопа и линейного акселерометра у него нет вот как раз вот как раз это и влияет они на этом сэкономили почему-то и когда вы вот так поворачиваете он не наклоняется но если я еще больше угол сделаю и поверну вот тогда он быстро реагирует потому что он реагирует только вот в таком ограниченном режиме и в играх это но тоже может сыграть роль если у вас управление по наклону но если управление все идет по кнопкам то это никак особо не влияет здесь установлено всего 8 датчиков помимо акселерометра есть еще датчик освещенности датчик приближения датчик сильного движения шагомер детектор шага стационарный датчик обнаружения датчик обнаружения движения детектор шага есть а значит если вы будете ходить с планшетом он будет еще и считать сколько вы прошли шагов как фитнес браслет сейчас протестируем звук я отключаю петличку здесь идет фильм и мы вместе с вами послушаем этот звук отключаю петличку сейчас идет уже звук на микрофон камеры которую я использую для съемок он направленного действия с эффектом зума и он стерео он улавливает звук который здесь происходит на рабочем нашем столе для обзоров но сейчас выберем звуковые спецэффекты посмотрим что у нас есть оденьте наушники чтобы услышать дальше будем тестировать музыку слева направо пошел эффект если вы хотите услышать качественный звук оденьте пожалуйста наушники и думаю что теперь пора перейти к тестам звучания музыкальных треков для этого запускаю программу звук по-прежнему пишется моей камерой он отличается от петлички но наша цель передать качество звука и так тестируем очень качественный звук с басом а а а а а а а а а оденьте наушники если этого не сделали еще один трек а потом включу через петличку петличка в действии беру руки кажется что больше идет вот с левой части на мой взгляд да вот левая часть она громче сейчас повернул то звук то есть получается верхние динамики которые находятся рядом с включением думаю этих тестов достаточно чтобы подведя итог сказать что звук здесь однозначно классный и как и заявил производитель что у нас здесь звук по технологии high res audio нигде этот пункт в меню не включается но он однозначно хорошо отрабатывает свои квадро стерео звучание красивая и с переливами и богатая по басу средним и высоким и по громкости отличный перед тем как запустим игру хочу отметить что есть fm радио но без гарнитуры не работает а значит надо переходничок покупать чтобы подключить гарнитуру запускаю асфальт максимальная будет графика и посмотрим как работает он в игре весь процесс запуска покажу вам как он быстро реагирует запускаемая карьера выбираем какой-то режим обратите внимание что я все это время работаю стилусом и да он хорошо отрабатывает выбираю поездку выбираем авто выбираем играть и ждем загрузку и поехали ну я не скажу что он быстро прям запускает потому что я видел как эта же игра запускается на других устройствах но достаточно нормально особенно если вы его для игр не берете звук какой-то понаблюдайте за графикой она не на максималке в игре но в настройках то я выставил максималку вижу что есть подвисание какие-то в плане отображения но подвисание в игре особо не замечено ну теперь я проеду убавлю-ка я звук чтобы вы меня слышали и обратите внимание что я спокойно работаю в перчатках экран чувствительный что очень здорово пока еду буду подводить итог друзья планшет действительно за свои деньги красавчик вот если бы сейчас меня спросили что купить леново который я себе купил но если на китайской версии я бы рекомендовал бы леново xiaoxin pad 2022 если на глобалке то воздержусь потому что считаю что очень много брака если говорить о планшете black with up 15 то скажу что он хороший конкурент там меньше памяти но не очень похожи если цена не велика между этим и black with up 15 то лучше этот однозначно этот потому что более такой скажем так обновленный хотя и другая компания но конкурирует поэтому ссылка на него будет в описании мы сейчас еще посмотрим модули камеры и буду прощаться этот тест показал что в игре его однозначно можно использовать шустро работает давайте зайдем в камеры запускаю камеру камера у нас хорошо отрабатывает хороший автофокус быстро регирует стабилизации нет никакой есть панорама есть про режим есть видео даже есть замедленная съемка есть time-lapse и еще в еще у нас только qr-код распознавание сцены происходит в режиме фото но избирательно не всегда и пытается еще определить кто в кадре мужчина или женщина за возраст нет никакой информации настройки богатые можно выставить куда сохранять кстати поддерживает до 1 терабайта карта памяти а значит можно скидывать все данные туда интеллектуальное распознавание сцены нужно активировать в настройках передняя камера снимает только 720 30 кадров а задняя 1080 30 кадров пришло время вам увидеть тесты этой камерой а я буду с вами прощаться будут вопросы по планшету и если я буду знать ответ на него я с радостью вам отвечу а планшет отправляю своему другу витя который давно искал что-то подходящее вышел у него десятилетней давности планшет samsung вышел из строя по моему сгорела память встроенная и не запускается а этот мы отправляем ему сейчас тесты фото и видео я прощаюсь пока помещение комнатное освещение мураша тут осваивает на шкафу игрушки первый раз сюда я бы садил пока мои уши не видит звук слышите качество видео тоже слышите тестируем дальше это съемка в помещении хорошо освещенном и качество кажется для передней камеры 720 30 кадров хорошее теперь проверим съемку задней камеры проверим на примере искусственных цветков это без вспышки видео 1080 30 кадров и здесь ну цвета хорошо передает тоже и реагирует хорошо на освещение фокус тоже быстро подстраивается и сейчас включу вспышку вспышку можно включить только когда остановлено видео полностью подносим здесь работает качество видео со вспышкой ну а это съемка на улице хорошая камера хорошо приспосабливается хорошая видимость сейчас включу задний модуль камеры но это тесты заднего модуля камеры с шумом на улице уже пасмурно вечернее время фокус-фокус-фокус ждем вот он приспособился так ночное время суток тестируем камеру поворот хорошо освещенный проулок валюша вдали с каким-то незнакомым песиком тут полная темнота многоэтажки нормально без относительно многих шумов звук вы тоже слышите посмотрим время фокус неплохо подстраивается ну как для ночного режима валюшка там стабилизации как таковой как вы понимаете никакой нет валюш что это за друг у нас она тебя или ты ее какая хорошая передаем привет тогда этой знакомой вспышку включил сейчас отвлекусь от главного нашего объекта к растению фокус и можно уже снимать со вспышкой качество хорошее ну а это уже передняя камера нашли где светло потому что только что там отключили свет по графику рядом дома видно снимает и тут мы с валюшкой идем за водой валюша передний модуль камеры и 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 Субтитры сделал DimaTorzok